Святые мученики Ныне это территория Югославии, во II веке по Рождестве Христовым, и были братьями не только по плоти, но и по духу, так как оба единодушно веровали во Христа и угождали Ему добрыми делами. По занятию они были каменщиками. Учителями их были благочестивые мужи Прокл и Максим, от которых вместе с ремеслом братья научились и богоугодной жизни по заповедям Христовым. За веру в Спасителя сперва преданы были смерти их наставники, а потом спустя некоторое время и сами они унаследовали мученические венцы, приняв страдальческую смерть от правителя Иллирии. Это произошло так. Однажды некий властитель соседней страны обратился к правителю Иллирии Ликиону с просьбой прислать ему искусных каменщиков для сооружения великолепного храма языческим богам. И тот отправил туда флора и лавра, как лучших знатоков строительного мастерства. Сооружая храм, братья, на плату получаемые за свой труд, поили и кормили голодных и бедных, а при этом рассказывали им об Иисусе Христе и по ночам молились о спасении язычников. Действуя таким образом, они вскоре обратили к христианской вере множество людей, среди которых был языческий жрец со своим сыном. Однажды, когда святые братья тесали камень, к ним подошел молодой юноша, сын жреца, и, стоя вблизи, смотрел на их работу. Вдруг от камня отскочил осколок, ударил юношу в глаз и выбил его. От боли юноша закричал, и на крик его прибежал отец его, языческий жрец по имени Мемертин. Видя, что лицо сына окровавлено, он разорвал от горя на себе одежды, стал бронить святых работников, а потом бросился было на них, чтобы побить, но его удержали бывшие тут же другие рабочие. Они удостоверили невинность святых братьев. Святые угодники Божии Флор и Лавр, стараясь успокоить жреца, обещали скоро исцелить глаз его сыну и сделать его настолько же зрячим, как и прежде. После сего они взяли юношу на ночь к себе в дом и стали учить его познанию единого истинного Бога, Иисуса Христа, причем говорили ему, «Если будешь всем сердцем веровать в того Бога, о Котором мы возвещаем тебе, то глаз твой скоро будет здоров». «Если мой глаз станет таким же, как был прежде», — ответил юноша, — «то я уверую в вашего Бога и буду чтить его». Без сомнения, больше надлежит веровать в того Бога, который исцеляет больных и возвращает зрение слепым, нежели в тех богов, которые не только больных не исцеляют, но и здоровых делают больными. При этом юноша рассказал святым братьям о таком происшествии. «Есть, — сказал он, — среди наших жрецов один жрец по имени Ерм. Когда за несколько лет перед этим хотели поставить его в жреческое звание, то привели к идолу Зевса, чтобы возложить руку идола на его голову. Такой существует у нас обряд при поставлении в жречество. Он состоит в том, что руку идола, приделанную к плечам и движущуюся в суставе, жрецы при помощи серебряной цепи поднимают кверху, а потом спускают на голову поставляемого. Когда эту руку спускали на голову Ерма, то серебряная цепь случайно выскользнула из рук державших ее, и рука идола, упав на лицо Ерма, ободрала его ногтями вплоть до костей. И ни один Бог не оказал ему помощи. Напротив, ему делается все хуже. Когда юноша рассказал об этом происшествии, святые Флор и Лавр со слезами начали молиться Богу о том, чтобы он исцелил юношу и просветил не только его телесный глаз, но и душевные очи его. После усердной молитвы они осенили больной глаз юноши крестным знаменем, и глаз немедленно зажил, сделался совершенно здоровым и так же хорошо видел, как и прежде. Вследствие такого чуда уверовал во Христа не только исцеленный юноша, но и отец его. После этого святые работники Флор и Лавр, получая в своей работе помощь от Ангела Божия, в короткое время окончили постройку храма, но не оставили его для жилища идолов, а осветили его для прославления Пресвятого имени Иисуса Христа. Они поставили в нем к востоку честной крест, и, собрав до трехсот человек бедняков, братьев своих по вере, совершили всеночную молитву, прославляя Христа Бога. Во время молитвы сошел свыше свет неизреченной небесной славы и напоил храм дивным сиянием. По окончании молитвы все бывшие в храме отправились к стоявшему неподалеку зданию, в котором находились приготовленные для нового храма идолы, и, обвязав шеи этих идолов своими поясами, стали влачить их по земле, бить и ломать, и таким образом раздробили их на мелкие части. Узнав обо всем этом, властитель той области велел схватить Флора и Лавра и всех тех, кто были с ними, в том числе и жреца, и сына его. Всех бывших со святыми он приготовил к сожжению, а их самих, предав жестокому избиению, велел связать и отослал к правителю Иллирии Ликиону. Ликион обстоятельно расспросил их обо всем, и, узнав, что они христиане и остаются непоколебимыми в своей вере, велел бросить их в глубокий колодец и засыпать живых землей. Молитвами святых мучеников Флора и Лавра, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.